Привет, друзья! Хотел бы про маленькие крымские открытия рассказать. У меня уже есть видео про дольмены. Я обнаружил, что потоки энергии, которые идут в дольмен или из дольмена, вверх или вниз, зависит от того, в какую сторону открыты, дверей там нет, плоскости. Если сквозняком или одной из четырех сторон открыто, то, соответственно, будет направление одно. Если это противоположное, то, значит, если конкретно, то если с севера на юг одно из окон или оба открыто у дольменов, то энергия идет снизу. И наоборот, если восток-запад, то идет энергия сверху, вот, если сесть на дольмен. Ну, такое маленькое наблюдение или открытие. Ну, вот я сижу на дольмене, ощущаю энергию, которая идет снизу. И вот как выглядит дольмен. Второе, что я хотел сказать про Крым, был я в Бахчисарайском дворце хана, ханском. И там были карты Крыма. И я так немного удивился, когда эти карты старинные, они висели в то время, когда хан был. Других там нет. И там Крым обозначена как Тартария. Маленькая Тартария. Там по-разному это пишется. Middle, Little. Вот карты с ханского дворца, где написано Малая Тартария. Три варианта. И даже музейный работник по-честному подписал. Карта Малой Тартарии. Ну, а там дальше, типа, сами решайте, что это. Маленькая Тартария. Я задумался. И потом начал искать в интернете старинные карты Крымского ханства, так называемые. Я не нашел. Не нашел ни одной. Кроме карты в учебниках. В учебниках там нарисовали все разноцветно, но это самодел, это ложь. Я так понимаю, что государства с таким названием не было, раз не было карт. И, соответственно, Тартария в разных частях была, но ее замолчали, затоптали, стерли, уничтожили, но на нашей территории точно. И вот западные только карты остались с названиями Тартария. Притом гид говорит, ну, Тартария это такая, это как бы название неизвестная земля. Я говорю, как неизвестная? Вот только что мы видели портреты ханов, которые были написаны западными художниками. Значит, земля-то была известная. Ну, глупость какая-то. Вот фото, которое сделала мимоходом, так сказать. И это крымские ханы. И вот если увеличим портреты и вчитаем, что написано на этих портретах, то мы видим, что хан, ну, хам написано, тартарский, ислам, третий, герем. Внизу попись. Тартарский хам. И вот сейчас посмотрим, как это в Яндексе, вот, вот эта фотография есть, гравюра, точнее. Вторая там была, но не очень она заметна, там тоже видно, тартары. Тартарский хам. Вот следующее тоже, тартары. Султан такой-то тартарий. Ну, это к теме, типа, не относится, к теме экскурсии. Ну, понятно, что не экскурсии, не относится, потому что, ну, это глобальная тема. Скажи, тартарий тогда, скажи, а что такое за тартарий было? Дернешь тартарию, там вылезут татаро-монголы. Что за татаро-монголы были? То есть, их не было. Что за орда была? Ну, в общем, глобальная ложь в нашей истории. И вот даже в Крымском ханстве, то есть, в названии или в мифе о Крымском ханстве скрыта вот такая же ложь, как про татаро-монголы. Я думаю, сопоставив старинные карты и то, что нарисовано в учебниках, что тартарий, которых было много, то есть, была великая тартария, в которую входили индепендент тартария, это Средняя Азия, маленькая тартария, это Крым, где Краснодарский край, это там то ли черкасская тартария, в Болгарии была там своя тартария, была китайская тартария до китайской стены, там Китай был за стеной, а до этого была китайская тартария, но это не китайцы, это наши там жили. Тартария вот этих разновидностей, как в губернии, да, вот, как, можно сказать, губерния и какая губерния там. Вот таких тартарий было много. И основным символом тартарии был грифон, крылатый лев. Вот в Крыму он сохранился, как герб. И в некоторых городах России тоже, если посмотреть, этот грифон тоже есть, существует. Это все привет из тартарии. Вот, также, а, ну вот, возвращаясь к тому, что неизвестная земля. Ну, это так вот называли, какую-то землю, как непонятную. Но есть, опять же, и в британской энциклопедии описание, и я нашел фотографию такая в Евразии, где описаны страны, написано, описано Турция отдельно, Россия отдельно, Тартария отдельно, Индия, Китай, там что-то, Иран. И в тартарию входят конкретно там три части написано. Это Индепендент тартария, ну, Средняя Азия, Сибирская тартария и Китайская тартария. Вот, Россия уже, то есть, вот эта Московия, она выделена отдельно, но это тоже бывшая часть тартарии. Вот карта, о которой я говорил, можете найти ее в интернете, все подробно про тартарию и сопредельные страны. Вот, так вот, вот эти тартарии, которые на старинных картах, они совпадают по территории с ханствами, которые уже в учебниках. Уже там Крымское ханство, Астраханское ханство, Казанское ханство, что являлось в старинных картах тартариями. Соответственно, вот такая вот ложь. И турецкое влияние, пока выраженное в картах, оно видно, как некая такая полосочка, которая идет вдоль Черного моря через Грузию, полоска Грузии, Абхазии, вот так вот, где Сочи. И вдоль Южного берега Крыма, вот это, как бы, атаманское влияние, или, как бы, собственность. Все, что севернее, включая вот и Бахчисарай, вот это, там, Крым, в общем, где делился где-то, ну, на неравные части, это другие страны. Это он называл Ставрия, это там Крым назывался, это вот Тартария, но Крымского ханства не было. Вот, ну, это, с одной стороны, я вот одному товарищу сказал, что вот такое некое наблюдение. Я посоветуюсь с ученым. Ну, а что ученым скажет? Его, там, не знаю, там, предок это придумал, он будет защищать эту тему до упора, потому что они все на этом сделали кандидатские, докторские и прочее. Они на этом сидят. Как они будут пилить стул, на котором сидят? Никогда. Вот. А, ну, и Тартария. Тартария, это не значит, что это русские. Это такая же территория с теми же народами, как и сейчас, и как раньше был СССР, вот, Индепендент. Это Тартария, это Средняя Азия. Там не было Казахстана, в то время была Киргизская степь, которая так и на картах существовала до 23-го или 24-го года, 22-го. Киргизская степь, никакого Казахстана там не было. Это такая, ну, степь. Киргизы ходили, наши ходили, ну, казаки. Вот образовался сейчас Казахстан, где я, кстати, родился. Вот, это территория Тартарии, Руси и так далее. Ну, в общем, к тому, что Тартария, это не значит, русские, это вот, как, жили тут татары, жили тут 147 национальностей, и армяне, и болгары, и кого-то тут только не было, и сейчас живут. Вот, то есть, не значит, что это русы, там, асы и так далее. Были и русы, и асы, но были тюркоязычные и много других народностей, и это называлось просто не Крымское ханство. Вот, может быть, так как была война между Московией и Тартарией, и, значит, искали союзников, ну, тартарцы, да, может, они там и прислонились как-то к Турции, но я так уже импровизировал, почему тут турки могли там как-то влиять. Ну, может быть, был союз некий такой. Вот, и, соответственно, вот эти сказки, ну, не сказки, факты о набегах и забирании в рабство русских, ну, может, это оно и было так. А может, это те же сказки, что мы читаем, там, Библии про татары-монголы и прочее. Вот, татары-монголы. Во время татар-монголов построены основные монастыри и церкви. Ну, нормально, да? Татары-монголы. Иго. Иго такое было. В общем, ложь лужи погоняет, с моей точки зрения. Вот несколько карт старинных я привожу. Вот эта европейская часть, где есть название тартария. Вот Крым, опять же, и рядом другие тартарии. Это вот Великая Тартария, где все части указаны, включая там и Китайская, и Империя Моголов, это Индия. Вот увеличиваем немножко, смотрим, какие бывают тартарии. Можете найти в интернете. Вот Литл Тартария, это Крым, если присмотреться в центре. Ну, вот еще большая карта тартарии. Таких карт много. И вот, например, какой-то Император Тартарии. Мы не знаем, кто это. Это наш Император, наш человек. Ну, с этим достаточно. Значит, второе, мое третье уже наблюдение или открытие. Ну, так, можно назвать как угодно. Ну, так, можно назвать как угодно. И так вот, облагорожено. В принципе, может, это сделано как место силы. Кто-то, может, об этом знает. Поэтому это может быть открытие только мое личное. Ну, вроде в картах или там в описаниях это нет. Может, сделали просто некое такое уютное место посидеть. Но энергия бьет очень сильно. Вот из нас троих двое почувствовали. Я в первую очередь, и еще один человек почувствовал. Идет снизу и так вот прям в струе. Вот с дальменами, если сравнивать, тут сильнее, где Воронцовский дворец. Я фотографии прикреплю к видео. А так, если как искать, мы-то шли кругом. А если вот с той площадки, где Воронцовский дворец, где там вход, то, значит, посмотреть вот в сторону Айпетри, в сторону гор, с правой стороны будет лесенка, и там еще указатель туалет. Вот подняться по этой лесенке, в туалет не идти, идти там правее. И не доходя, там фонтанчик будет, ну, не фонтан, а водопадик небольшой. Вот не доходя, с правой стороны стоит отдельно стоящий камень, как табуретка, и вокруг вот, как в окружении таких скал. Вот, и вот в этом месте, ну, сколько-то это, метров 20, может быть, от начала лестницы, ну, может быть, 30, ну, точнее не помню. Ну, оно заметное такое место, уютное, и вот место силы такое. Ну, рекомендую, кто этим интересуется или занимается, вот, прям на виду, так сказать. Ну, вот, в принципе, все, что хотел, фотографии приложу. Спасибо за внимание. Вот это место силы, как я посмотрел по карте, это район малого хаоса Воронцовского дворца. Вот камень по центру, вот это вот самое место, где рекомендую присесть и подпитаться энергией. Ну, вот так вот, как я это делал. Очень сильное место. Пользуйтесь, дарю вам это место силы. И далеко ходить не надо. Спасибо.